бонжур дорогие друзья мы находимся напротив изящного моста александра 3 символизирующего французско-русский союз его открытие состоялось накануне начала всемирной выставки в 1900 году в этом же году мир увидел и символ парижа эйфелеву башню многочисленные фигуры ангелов нимф и пегасов поражают своей необыкновенной красотой греческая тема сейчас в моде но об этом чуть позже обратите внимание на элементы из стекла как они красиво отражают свет обилие позолоты а длина моста аж целых 160 метров по парижу я передвигаюсь вот на таком электро велосипеде велик который я беру в аренду не больше чем на 30 минут а если поездка превышает это время его нужно ставить на стоянку и брать другой иначе штраф 1 евро стоит такое электрическое удовольствие примерно 20 евро в месяц на правом берегу сена перед мостом находится знаменитый музей грампале большой дворец где обычно проходят модные показы шанель он сейчас на реконструкции до 2024 года однако вместо него напротив железной леди уже строят вот такое временное сооружение из дерева и стекла грампале эфемер который обещают открыть в конце марта но увы париже очередной локдаун на 4 недели так что попасть мы туда сможем только в середине апреля а меня зовут дмитрий самаль я дизайнер чтобы больше узнать про моду стиль и дизайн подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик сегодня мы продолжим нашу модную прогулку и обзор модных показов ровно год прошел с той поры как бренды представляли свои коллекции в живую за это время изменился не только формат дофиле но и весь наш мир это ли еще будет показа без гостей видео формат презентации уже никого не удивляет а вот изменение курса некоторых известных брендов стало настоящим сюрпризом давайте же посмотрим на новинки и конечно же нам что-нибудь да и понравится какие парни в голубых костюмах и на белых каблуках неординарно и модненько а перед луи виттон выстроилась очередь витринах просматривается тема надувательства легкости и полета давайте же посмотрим какие новые образы нам покажут на подиуме который проходил в лувре в греческом зале греческом зале в греческом зале платье кольчуги с куртками оверсайз оверсайз рулит николя гискер продолжает миксовать разные стили и эпохи монограмме на этот раз вписаны бюсты греческих богов на ногах нечто очень похоже на резиновые сапоги разумеется они из дорогой кожи с великолепными продуманными деталями и фурнитурой блузка усыпанная блестящими элементами кристаллами время блистать разные цветовые исполнения обуви такие необычные высокие ботильоны выполнены как сандалии древнегреческих спартанцев опять оверсайз заложены в моду демна гвасалия стилиста баленсиага пышные юбки с оборками чередуются с бомберами с объемными рукавами крыльями стирается грань между мужским и женским гардеробом эксперименты силуэтами материалами и фактурами сумка голова афродиты почему бы и нет накладные утепленные плечи видимо для женщин полководцев насколько коллекция красиво делайте выводы сами парижские фонтаны как же это романтично и красиво париже их невероятное множество все они исполнены в разных архитектурных стилях одни более сдержанные другие современные могу как-нибудь рассказать об этом представляю вам новый бренд сумок полян созвучно со словом полян что означает пыльца разнообразные симпатичные хорошо спроектированные формы со вкусом подобранная цветовая гамма приятный интеллектуальный дизайн продуманный до мелочей бренд переживает настоящий успех и открывает магазин за магазином ничего удивительного цена от 220 евро это недорого для модного французского бренда а вот дизайн и качество очень даже на уровне полукруглый центральный элемент может быть выполнен как металлическом так и в кожаном исполнении открывается не совсем обычным способом вот значит как сделаны элементы напоминающие глаза лично мне очень понравилось на мой взгляд сумка это второй по значимости аксессуар ну конечно же после очков у марки клоя новые модели сумок с такими гармоничными круглыми элементами древнегреческая тема продолжается но только в названии коллекция называется афродита просматриваются отголоски 60-х возвращение к истокам это происходит всегда когда в компанию приходит новый стилист кстати карл лагерфельд возглавлял модный дом клоя с начала 60-х в течение 20 лет пока стал дебютом для габриэлы херст в качестве дизайнера французского дома моды она использует переработанные материалы и ткани оставшиеся от прошлых коллекций какая экономная барышня и создает интересный показ с трикотажными платьями и панчо с дутыми воротниками органические дубленки трансформера и платья из эко кожи плясировка и оборки оверсайз и петчворк показ проходил на левом берегу риф гош между легендарными парижскими кафе лип и дома го ночной парижский променад модели с удовольствием прогуливались и переходили через бульвар сан-жермен по пешеходному переходу где бренда и собственный взгляд на моду габриэла херст предложила женщинам привлекательный экологичный гардероб в котором заметны не только веяние моды но и уважение к традициям а в моду все больше и больше входят модели с пышными формами да сейчас манекенщицей может стать каждая девушка и женщина джузеппе за нотти какая классная форма каблука очень оригинально динамично и интересно одобряю какие вкусности не только для живота и для глаз а слышали ли вы о таком голландском футуристичном био бренде от кутюр и рис ван харпен он не оставит равнодушным никого платье напоминает образы экзотических рыб птиц и деревьев далеких планет одежда рис ван харпен состоит из оптических иллюзий это почти концептуальное платье для леди гага дизайнера одна из первых внедрила 3d печать в моду создавая невероятные текстуры из эластичных элементов и частей результат просто обалденный особенно хорошо представляют эти творения классические манекенщицы как наталья водянова обратите внимание на обувь это нечто знаменитая модель родом из нижнего новгорода модной индустрии наталья уже давно более 20 лет за это время она дефилировала для всех модных домов мира пара лет назад мне удалось пересечься с наталья водяновой на показе ульяны сергиенко здесь париже она замечательная интересная и тактичная мы с удовольствием сфотографировались обменялись любезностями наталья сделала комплимент моим очкам что ж большое спасибо какая милая сумка christian dior ажурная с объемным тисненным цветочным рисунком dior продвигает моду на лозунги и надпись вот как например этот лузуя селф оттянитесь по полной на голубой блузке хороший совет было бы где ведь бары и клубы закрыты уже больше года а как ему вот это ильдестино на лево стримани что в переводе с итальянского означает судьба в ваших руках хорошие советы дает dior а может быть если у вас появится вещь от dior то все в жизни станет на свои места все окрасится в яркие окраски если бы это так и было то очереди бы выстроились перед ботиком dior на весь париж невзирая на цену сумки почти 3000 евро а вот новая коллекция dior приглашает в сказку в королевский дворец в версале в знаменитый зеркальный зал нарядные строгие воротнички дефиле проходит как бы в полнолуние мы видим образы и принцесс и солдатиков соблазнительные сказочные наряды чередовали со строгими мундирами чопорные похоже на школьную форму платья просматриваются также мотивы из сказки золушка ведь ровно в полнолуние заканчивается волшебство карета превращается в тыкву лошади в мышей а роскошное платье золушки в старые обноски да именно сказки нам сейчас и не хватает обратите внимание на туфли которые на плоской подошве и без платформы и комфорт и удобство прежде всего ветрские шапки интересно а завершает показ алое платье с центральным элементом в виде сердца очень красиво и откутюрно мужские образы диор берет шелковая рубашка со сложным почти цветочным мотивом и кружевная футболка с длинным рукавом с монограммой диор на ногах шлепанцы очень простые сдалека но вблизи очень сложные с продуманными деталями и монограммой какая интересная дверная ручка кованый флореальный мотив как бы образует дугу за которой открываем дверь виноградная лоза вместе с листьями и гроздьями обвивают круглые вертикальные элементы а кто же здесь живет юридическая контора Марьян Обер и дантист какой красивый эффект тени на этом платье Фенди тени от деревьев и веток это и есть принт этого платья а нужный эффект создается полупрозрачной тканью очень поэтично как будто первые мягкие лучи утреннего солнца мы видим яркие цветовые акценты материал ацетат панцирь черепахи в элементах ручки для мужчин серое пальто и брюки с эффектом деграде то есть переход от одного оттенка в другой и F монограммные кеды Ким Джонс с этого года является не только арт-директором Диор Ом но и будет заведовать стилем римского дома моды Фенди свой первый показ про это порте он решил посвятить истории и в частности истории Рима воспевая каноны дома моды дизайнер переосмысливает их в новой эпохе в новой реальности возврат к первозданности к истокам бренда это происходит всегда когда в модный дом приходит новый дизайнер наиболее показательной в этом плане длинная лисия шуба она была создана из переработанного меха в целом же коллекция Фенди получилась очень интересной и цельной выдержанная в нейтральных бежево-коричневых оттенках с незначительными вкраплениями черного, белого, нежно-розового и серого цвета это символизировало минеральные цвета Рима и оттенки которые преобладали в истории Фенди Джимми Чу это прежде всего аксессуары обувь и сумки босоножки с элементами из ацетата очень узнаваемого материала который используется традиционно в очках с мотивом панциря черепахи великолепно сочетается с любым типом кожи в очках это считается классический мотив и разумеется я его использую для всех моих моделей оправ вместе с черным это образует базу коллекции и даже если форма оправы геометрическая этот материал создает очень интересный эффект который как бы сглаживает углы и в итоге легко сочетается с любой одеждой сейчас новый виток моды на экзотические принты и материалы шанель конечно же всегда на высоте витрина представляет из себя оконные рамы правда быть дома в заперти и носить шанель но это по крайней мере не про меня новый коралловый цвет черное платье с яркими неоновыми буквами шанель просматривается стиль 90-х новую коллекцию Virginie VR посвятила ощущению уюта и безопасности и реализовала эту идею поиграв на контрастах контраст объемов силуэтов дизайнер усилила сочетанием атмосферы лыжного курорта и богемного шика миксом фактур и материалов в объемных твидовых пальто девушки модели осторожно спускались по знаменитой узкой лестнице клуба Шекастель создавая осенезимнюю коллекцию дизайнер думала о лучших временах когда мы сможем вернуться к привычной жизни и вновь ходить на вечеринки ну а непринужденность силуэтов это отголоски карантина который заставил нас ценить в одежде комфорт и легкость утки решили устроить вечерний туалет прямо напротив легендарного здания собор парижской богоматери одно из самых прекрасных сооружений французской столицы его строительство продолжалось 182 года и он несколько раз подвергался разрушению а два года назад здесь был огромный пожар это трагедия не только для франции но и для всего мира в результате катастрофы обрушились шпиль, часы и крыша здания Эммануэль Макрон пообещал полностью восстановить реликвию и это непременно произойдет так как собор досконально изучен сохранены старинные чертежи семья Бернара Арно и ЛВМХ куда входят Луи Виттон, Диор и другие люксовые бренды пожертвовали 200 миллионов на реконструкцию Нотр-Дам 100 миллионов выделили Анри Пино глава компании Кэрин Лэкшери Гудс куда входят модные дома Сен-Лоран и Гуччи я думаю очень скоро собор станет принимать посетителей а в Париже вовсю цветет магнолия как же это красиво арувар мои дорогие ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч пока в следующем видео Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...